Здравствуйте! Я Ива Афонская, филолог, литератор, поэтесса и художница. И я хочу рассказать вам о событиях в России, которые меня волнуют, и поделиться своими мыслями. Это видео снято в апреле 2021 года. Только что прошел март 2021 года, и в этом выступлении я хочу сделать обзор политических событий марта 2021 года. Первым из них был разгон силовиками Всероссийского форума муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», проходившего в Москве 13 марта, и арест всех его участников, которых было около 200 человек. Он проходил в конференц-зале гостиницы «Измайлова». В этом форуме участвовали независимые депутаты различного уровня, включая региональных и муниципальных, представляющие более 50 регионов России, с целью обмена опытом своей работы и в связи с предстоящими выборами. Форум объединял независимых и оппозиционных депутатов и движения и был организован при участии общественных организаций «Объединенные демократы» и «Открытая Россия» и «Фонда «Свободная Россия». Сотрудники МВД и ФСБ ворвались в зал, сорвали проведение этого мероприятия и арестовали всех его участников. Такого даже видавшей вида репрессий современной России еще не было, чтобы арестовали весь зал. Их посадили в автозаки и увезли в различные отделения милиции, где на них составили протоколы. Я подчеркиваю, что все они были законно избранными депутатами. Среди задержанных были такие известные общественные деятели, как Андрей Пивоваров, Владимир Карамурза, Евгений Ройзман, Илья Яшин. Также были задержаны и присутствующие на форуме журналисты. Официальная формулировка причин закрытия форума и ареста его участников – осуществление деятельности организации, признанной нежелательной. Появилась такая практика и такие новые законы в последнее время, что любую организацию власть может объявить нежелательной, если ей это захочется. Нежелательной кому? Ей власти. За участие в деятельности организаций, признанных нежелательными, законом предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Например, крупные денежные штрафы и даже более серьезные наказания, как, например, лишение права заниматься общественной деятельностью на срок до 10 лет, а также, возможно, даже возбуждение уголовного дела. И такие прецеденты уже были. В Ростове-натону приговорили к 4 годам, правда условно, активистку организации «Открытая Россия» Анастасию Шевченко. Форум проводился при участии общественной организации «Открытая Россия», которую власти признали нежелательной, а также иноагентом, потому что она якобы является проектом организации «Оопен Раша», зарегистрированной в Великобритании. Другая организация, участник форума «Объединенные демократы», является проектом организации «Открытый Петербург», который тоже включен в список так называемых иностранных агентов. Это практика современной российской власти – признавать оппозиционные партии и организации нежелательными и под этим основанием мешать их деятельности, затавливая оппозицию и несогласных с властью, в то время как в цивилизованных странах наличие политической оппозиции считается нормальным состоянием общества, законным и даже необходимым для успешного развития страны. Другой способ борьбы с политической оппозицией – записывать всех несогласных в якобы иностранные агенты, что выглядит вообще просто смешно. Теперь граждане России, причем даже избранные депутатами, не могут просто так собраться на каком-то форуме или конференции, чтобы обсудить интересующие их общественные проблемы. Их за это арестовывают и заводят на них уголовные дела. Как сказал один из участников форума, теперь невозможно прийти ни на какую конференцию, а вдруг какую-то из организаций, участвующих в ней, власти объявят нежелательной, а участникам это неизвестно. Это событие показывает, насколько абсолютно несвободной стала Россия. Это очередной пример раскручивающегося все больше и больше маховика репрессий и полицейского произвола, превращающего страну в фашистский концлагерь. Несомненно, эта акция власти произошла потому, что скоро выборы, и власть хочет помешать оппозиции и демократическим силам объединиться и запугать всех несогласных, а также лишить их возможности участвовать в выборах. Ведь по обвинению по этой статье, участие в работе нежелательной организации может быть назначено уголовное наказание. А это не только лишение свободы на несколько лет, но и лишение права участвовать в выборах и стать депутатом. Таким образом, все депутаты, участвовавшие в этом форуме, даже если они лично не состояли в организациях «Открытая Россия», «Свободная Россия» или «Объединенные демократы» и не имеют к ним отношения, а пришли просто обсудить с коллегами вопросы депутатской работы, могут быть лишены права участия в выборах. Потому только, что участвовали в форуме, в котором участвовали эти организации. Власть хочет, чтобы в депутаты попадали только члены партии «Единая Россия» или партии на словах, позиционирующих себя как оппозиционные, но на деле таковыми не являющиеся, что всем уже давно понятно. А оппозиционные и демократические лидеры не попадали в депутаты. Но это показывает, что власть сама боится оппозиции и возможности быть избранными в депутаты оппозиционных кандидатов. Она понимает, что все больше теряет поддержку народа, все больше уменьшает свои шансы победить на выборах. Потому и предпринимает судорожные попытки силой и насилием и нечестными методами сохранить свою власть в стране. Форум «Муниципальная Россия» все-таки состоялся позже, но в онлайн-формате в интернете. Второе событие марта 2021 года, которое привлекло мое внимание. Еще раньше, в январе, после митинга в поддержку Навального, Следственный комитет возбудил дело против организаторов митинга по так называемой санитарной статье. Организаторы митинга считают, что никакого нарушения санитарных норм нет, как и пострадавших тоже. При этом 18 марта власти организовали на стадионе «Лужники» концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма, в котором собрали толпу 80 тысяч человек, тесно сидящих рядом с друг с другом, в замкнутом пространстве. Никакого соблюдения социальной дистанции и санитарных норм. Люди были без масок. Вот это как? Других подсуд отдают, а самим можно? Причем по введенным в связи с ковидом санитарным нормам заполняемость зала должна быть не более 50%. А там зал был заполнен весь. Какая бы ни была заполняемость, зачем вообще во время эпидемии концерты проводить? Тем более с таким огромным скоплением людей, собранных вместе на ограниченном пространстве. Ладно бы какой-то маленький зал с небольшим количеством зрителей. Вот это все как? Других подсуд отдают, а самим можно? Так прямо был нужен этот концерт? Прямо без него нельзя было? Я считаю, организовывать такие мероприятия во время эпидемии это просто преступление. И вот за это надо отдавать подсуд. И так считаю не только я. Координатор Московского штаба Навального Олег Степанов подал в МВД заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении организаторов этого концерта по санитарной статье, статье 236 УК РСФСР. Аналогичное заявление требованием привлечь организаторов концерта к ответственности подал муниципальный депутат Илья Яшин, призывая власти соблюдать собственные законы. Но, конечно, для нашей власти закон не писан. Наша власть сама себя осуждать за его нарушения не будет. Уже было объявлено, что 9 мая парад состоится. Во всех странах вводят ограничения в связи с эпидемией. Людям не разрешают лишний раз из дома выйти. Даже по делу. Где-либо собираться. Закрывают кафе и рестораны, театры. А у нас, пожалуйста, парады устраивают во время эпидемии. Вот кому нужен этот парад вообще? Это официозная показуха. Никак с реальной памятью о жертвах и героях войны не связанная. Это только повод для Путина поддержать свое тщеславие, похвалившись новыми вооружениями. На эти парады, кстати, каждый год тратятся огромные деньги. В то время как российские ветераны войны жили и живут гораздо хуже, чем участники войны в Германии, которых они победили. Все это время они получали мизерные пенсии. Многие не имеют нормального жилья, достойных жилищных и бытовых условий, особенно в сельской местности, необходимой помощи и ухода по состоянию здоровья. Но вместо помощи ветеранам тратятся большие средства на проведение помпезных и ненужных парадов. И даже во время пандемии, эпидемии, их не отменяют. Причем, как бывшая жительница Москвы, я говорю тем, кто живет в других городах, не завидуйте москвичам. Простые москвичи попасть на эти парады не могут. И так же, как жители других городов России, смотрят его только по телевизору. Красная площадь очень небольшая, и она вся занята непосредственно парадом. Для зрителей только очень небольшая трибуна. И там сидят в основном члены правительства и приглашенные ими лица. Причем устраиваются парады, устраиваются концерты на 80 тысяч человек вовсе не потому, что в России с ковидом все хорошо. Это не так. Россия входит в пятерку стран с самой высокой заболеваемостью и смертностью. Но при этом реальные масштабы эпидемии в России замалчиваются. И данные фальсифицируются. Определить реальное положение дел можно по статистике смертности, которая возросла в несколько раз. Потому что во время пандемии количество умерших в разы больше, чем до нее. Третье событие марта 2021 года, собственно не марта, а всего этого года, который продолжается и по сей день, это значительный рост цен, прежде всего на продукты питания, товары первой необходимости. Но не только это, а реакция на это, которая последовала от наших депутатов. Депутат, забавный для депутата фамилии, Анатолий Выборный, естественно от фракции «Единая Россия», кто же еще на это способен, в связи с этим внес предложение. Нет, не бороться с ростом цен, а бороться с теми, кто о нем говорит. Он предложил дополнить уголовный кодекс статьей, меняющий ответственность за публичное распространение информации о росте цен и предусмотреть за это наказание в виде штрафа для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишения свободы до трех лет, для юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей. Правда в его формулировке значится за распространение заведомо ложной информации об изменении розничных цен. При этом лицемерно указывается на отдельные виды продовольственных товаров. Но это же понятно, что скрывается за формулировкой «ложная информация». Если в нашей стране говорить правду, приравнивается к экстремизму и оскорблению власти. А всех, говорящих правду о реальном положении дел в стране, обвиняют, что они врут, и вообще иностранные агенты. Смешно и противно. Фактически это предложение о том, как заткнуть рот тем, кто говорит правду о повышении цен. Не с тем они борются. Вместо того, чтобы бороться с повышением цен, они хотят бороться с теми, кто об этом говорит. Власть довела экономику страны до развала, что вызвало инфляцию и рост цен, и дальнейшее обнищание и так бедного народа. Она не умеет, причем и не хочет, наладить нормальную жизнь в стране. И не умея решить проблемы, а умея их только создавать, как всегда предпочитает замалчивать проблемы и делать вид, что их нет, и бороться с теми, кто говорит правду. Власть делает это, потому что боится народного недовольства. Только эта стратегия бессмысленна. Люди же ходят в магазин. Им не нужно читать ни газеты, ни интернет, чтобы узнать о росте цен. А между тем, пока наша власть борется с непослушными депутатами и блогерами, рубль все продолжает падать, а цены расти. Все больше закрывается мелкого и среднего бизнеса, и растет количество людей, потерявших работу. Все больше капитала вывозится из страны. Таковы итоги, с которыми Россия вступила в апрель 2021 года. Неизвестно, что, ведь срок и туч, и краток, вся жизнь в одной горсти. Так надо бы нам в порядок хоть душу привести. Давайте что-то делать, чтоб духу не пропасть, чтоб не глумилась челядь и не кичилась власть. Пусть наша плоть не дужна и безысходна тьма, но что-то делать нужно, чтоб не сойти с ума. Уже и то от рада у запертых ворот, что все, чего не надо, известно наперед. Что все, чего не надо, известно наперед. Решай скорее, кто ты, на чьей ты стороне. Обрыдали анекдоты с похмельем наравне. Никто из нас не рыцарь, не праведник челом, но можно ли мириться с неправдою и злом? За Божий свет в ответе мы все вину несем. Неужто все на свете окончится на сём? Давайте делать то, что Господь в душе велел, чтоб ей не стало тошно от наших горьких дел. «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» Субтитры сделал DimaTorzok